всем привет и я наконец-то сняла это видео его многие ждали и в том числе я так как по 10 раз в день мне приходится отвечать на одни и те же вопросы как в инстаграме так и в ютубе надеюсь теперь их будет меньше хочу сказать что я решила сделать это видео не просто со своим лицом где отвечаю на ваши вопросы а вы также на протяжении всего видео сможете наблюдать за моим продуктивным днем ну чтож начинаем какой твой любимый урок школе мне очень нравится английский французский а также отчасти история тебя не устает рука когда ты пишешь просто смотрю твои видео ты пишешь и пишешь нет не устает тем более я не пишу 24 часа в сутки да и видео показано максимум 15 минут моей жизни куда собираешься в будущем поступать я будущая профессия точно будет связана с лингвистикой то есть изучением языков куда точно пока говорить не буду на вопросы о том как я учу языки какими материалами пособиями пользуюсь ему в отдельном видео какие предметы хочешь сдавать на зону я буду сдавать украинский язык и литературу а как это обязательный предмет для всех также историю и английский легко ли тебе дается вставать 5 утра заставляла ли ты себя это делать или с удовольствием поднимаешься вставая в 5 утра в течение месяца у меня выработалась привычка если вы решили вставать рано это должно быть осознанно зачем себя заставлять если вы этого не хотите но почему же я приняла для себя такое решение потому что моя продуктивность обычно к 6 вечера снижается и эти ранние часы мне были просто необходимы откуда берешь столько мотивации я считаю что люди должны искать мотивацию только в себе и своих целях очерпать вдохновение мы можем у других смотря на их успехи и достижения так что я мотивируюсь только своими целями и достижениями которые имею на данный момент где покупаешь такие красивые тетрадки всю свою канцелярию покупаю в обычном канцелярском магазине как добиться цели все в ваших руках если действительно поставили цель и хотите достичь ее вы пойдете по головам и сделайте все возможное и невозможное просто берите и делайте не нужно выжидать подходящего момента как ты заставляешь себя учиться не нужно заставлять себя что-то делать если вам нравится учиться учитесь если вам не нравится значит что-то не так создайте такую атмосферу которая подходит вам и при которой вам будет удобно лично я не заставляю себя учиться я лишь делаю то что хочу жизни это чем мне нравится заниматься Было ли сильное чувство переутомления? Скорее всего нет, если от физической нагрузки, то да, конечно было, но морального переутомления не было, то есть если мне нужен отдых, я иду отдыхаю, так как если я не дам себе этой паузы, произойдет выгорание, из-за этого следом идет прокрастинация, а также переутомление. Что не нужно ни в коем случае себя перегружать, отдых это очень важно, если чувствуете, что устали, отдохните, выкиньте на время все мысли о учебе и о работе, включите у себя в голове благоприятную атмосферу, в общем любите себя и давайте своему организму отдыхать. Сколько времени в день у тебя занимает учеба? Зависит от моего желания и от загруженности. Никогда не считала сколько занимаюсь. Также есть дни, когда я вообще ничем не занимаюсь в плане учебы, например, когда на целый день ухожу гулять с семьей или с друзьями. Хорошие ли у тебя отношения с учителями? Сколь у меня со всеми учителями в принципе стабильность, в общем в целом нормальные отношения. Как изучаешь языки? Давно ли изучаешь? Как изучаю, опять же повторюсь, сниму отдельное видео об этом, а вот давно ли изучаю? Английский осознанно с сентября, другие языки с января. Ну а русский с рождения, так как это родной язык. Украинский пришел в мою жизнь с первого или второго класса, точно не помню, но этот язык практикую только на уроке украинского. Как твои одноклассники относятся к твоей деятельности? Знаю только несколько человек пока что, если конечно они не разнесли информацию о моем канале дальше. Не знаю как относятся, но мне не важно их мнение, я делаю то, что мне нравится и у меня есть вы, вы всегда меня поддержите, вы цените то, что я делаю. У меня есть мои родители, друзья, которые также меня поддерживают, это самое главное. Насчет вопроса, в какой город хочу поступать, то посмотрим. Сложно ли изучать такое количество языков? Нет, не сложно, потому что мне это нравится, а когда нравится, ничего не сложно. Списываешь ли с ГДЗ? Конечно, я не стремлюсь стать отличницей, все знать. Мне важно, как я уже говорила ранее, заниматься тем, что нравится мне. Если меня не интересует биология, математика или физика, это нормально, я не буду углубляться в них. Ведь зачем мне тратить свое время на то, что не интересно? Поэтому списываю, да и тем более учителя в советских школах особо знаний не дают. Нам предлагают тупо заучивание материала, без применения его на практике. Если что-то заучивать, лишь бы сдать, то зачем тратить место в мозге, если его можно запомнить более актуальной для вас информацией, которая действительно вам пригодится в будущем. Я не навязываю ни в коем случае вам свое мнение, но оно такое. Я тут немножко отошла от темы списываний, но все же. Как выучить английский? Во-первых, чтобы что-то учить, должна быть цель. Видимо, ее нет, поэтому и задаешься этим вопросом. Знаете, сейчас многие хотят выучить язык, исходя из соображений, что просто надо. Но нет, это совсем не так. Это не цель, вы хотите потому, что это делают другие. У вас должна быть своя цель, связанная с языком, который вы собираетесь учить. Нужно полюбить изучаемый язык. Раньше я, например, учила английский только потому, что мои родители хотели, чтобы я его знала. И только тогда, когда вы осознаете, что вам нравится процесс изучения, вы получаете удовольствие от изучения самого языка, его структуры. Вам постоянно хочется находиться в этой атмосфере. Пока вы всего этого не прочувствуете, это нельзя назвать любовью. Когда вы ко всему этому придете, то и слова, и грамматика начинают казаться простой. И тогда уже ничего не мешает, и вы просто наслаждаетесь от того, что учите. Ты отличница? Нет, я хорошистка. Твоя заветная мечта. Все мечты превращаю в цели и иду к ним. Пока не достигну, оглашать их не буду. Отвлекаешься во время учебы. Когда сажусь учиться, я выключаю интернет на телефоне, чтобы меня ничего не отвлекало. Или включаю авиарежим. Скажу даже больше. У меня в телефоне почти везде выключены уведомления, кроме почты и ватсапа, так как ватсапе мне может написать репетитор. Все остальные соцсети проверяю или утром, или вечером. Физику не люблю, я ее никогда и не учила, у меня в школе даже нету преподавателя физики. Как во время урока красиво оформлять конспект? Я думаю, что это очень трудно, так как сама никогда не пробовала красивое ведение конспекта на уроке. Учителя диктуют быстро, поэтому это пустая трата времени. В школе главное получить информацию, если ее, конечно, дают. Лично я пишу на отдельном листочке, а потом переписываю в аккуратном виде дома, так как мне нравится. Естественно, я так делаю не с каждым предметом, а только с теми, которые мне важны. Например, история. Ее я буду сдавать, и конспекты мне, естественно, пригодятся при подготовке в дальнейшем. Когда начала заниматься каналом на ютубе? Какие цели я ожидала? Сколько подписчиков набрала в первый день? Какой день их стало много? Свою деятельность на ютубе я начала еще с 2012 года, но тогда это были лишь обзоры на кукол Монстер Хай. Да, я этим когда-то болела. Также снимала обзоры на Ла-Ла Лупсе, педшопов, видеодиайвай, ведение личного дневника. На самом деле, сейчас очень рада, что начала заниматься этим тогда, так как все это время я училась обрабатывать видео, тренировать речь. Именно 5 лет назад я получила все те навыки монтажа, которыми владею на данный момент. Конечно, все их я не применяю в своих видео, но все же они у меня есть, и это мне действительно очень помогает. Чего же я ожидала? Мне нужна была поддержка в моем творчестве. Заводя ютуб канал, я хотела отдачу, вдохновлять людей, при этом показывать видео то, чем я живу. Сколько подписчиков набрала в первый день? Я не помню, набрала ли вообще. В первом видео в первый день было почти сразу 100 просмотров, и уже тогда я поняла то, что начала все не зря. Какой день их стало много? 1 февраля на канале было 500 подписчиков. Где монтируешь? На самом деле, это самый часто задаваемый вопрос. Раньше пользовалась Айму, но уже перешла на Sony Vegas, и также помимо него использую Adobe Premiere Pro. Потому что тут намного больше функций. У тебя есть хобби? У меня их немало. Самое главное это изучение языков. Потом люблю петь, хоть и совсем не умею, но получаю от этого огромное удовольствие. Также играть на фортепиано. Это проявилось совсем недавно. Раньше мне не нравилось этим заниматься, так как училась в музыкальной школе и играла классику. Сейчас же играю то, что мне нравится. Также люблю читать. Читаю в основном на учпоп и о психологии человека. Еще люблю снимать, монтировать и рисовать. Откуда появилась идея снимать мотивационные видео. До этого канала у меня было много других. Также я снимала в мюзикле. Но это все было не то, что мне нужно. Мне всегда хотелось помогать другим, вдохновлять, подталкивать на работу над собой. Таким образом, я сидела примерно в ноябре в американском ютубе. Мне выскочило видео с музыкой для учебы. Потом в рекомендациях я начала смотреть зарубежных стадий блогеров о учебе и ведении конспектов. И это произошло как по щелчку. Это действительно то, что мне было интересно. Собственно, таким образом я и пришла к этому. Хотела когда-нибудь перейти на домашнее обучение. Часто об этом задумываюсь, потому что школа забирает очень много времени. Также мое здоровье как физическое, так и моральное от этого зависит. Раньше это были постоянные переживания. Сейчас-то я понимаю, что это не стоит моего беспокойства. Поэтому на данный момент отношусь к этому проще. Но все же сейчас я работаю. Ютуб отнимает очень много времени. При этом это приносит мне огромное удовольствие. То время, которое я трачу в пустую школе, я могла бы потратить на саморазвитие или же на работу. На продвижение, на дорогу к целям. Как я уже говорила, не вижу абсолютно никакого смысла в советских школах. Учителя ничему не учат, но это понятно, ведь государство не платит достаточную зарплату для жизни. Их тоже можно понять, ведь когда твой труд не оплачивается и никак не вознаграждается, просто опускаются руки. Я опять же отошла немного от вопроса, но это так. В общем, на данный момент насчет домашнего обучения вопрос стоит под вопросом. Что главное в жизни? Для меня это мои близкие, их здоровье, поддержка. Но в целом это жизнь в удовольствии, а не выживание. И занятие то, чем нравится. Было ли такое, что тебя учителя ругали за яркие конспекты? Нет, не было в виду конспекты только по истории французскому и школьных предметов. И вроде все. По этим предметам учителя не проверяют отратки, так что нет, не ругали. На этом все. Я ответила на большинство интересующих вас вопросов. Также хочу поблагодарить вас за вашу отдачу и поддержку. За все то, что вы для меня делаете. За ваши приятные слова. Если бы не вы, того, что я имею в ютубе и инстаграме на данный момент, у меня бы не было. Спасибо вам большое. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok